В этом году Дедушка Мороз отправится в путешествие по России за 70 дней до Нового Года. Он проедет страну до самой восточной ее точки находки, совершив поездку длиной около 33 тысяч километров. Страна у нас очень большая и все от мал до велика хотят почувствовать настоящий праздник, праздник Нового Года. И это мы вместе с внучкой Снегурочкой и с моими друзьями обязательно устроим. Поезд у меня большой, 18 вагонов. В этом году я преодолею 130 городов больших, но будут по дорожкам и деревеньки, поселки и мы тоже сделаем праздник. Поверьте, пусть все ждут. Чтобы путешествие Деда Мороза было комфортным и безопасным, а дарить радость детям было еще удобнее, обновлен поезд. Добавлены новые вагоны, например, вагон «Сказочная деревня» и вагон «Сцена». По традиции, как у нас уже повелось, мы закончим это путешествие 15 января здесь, в Великом Устюге. И ты уже поделишься своими впечатлениями, каких детишек встретил, какие желания они загадали. Они тебя все ждут с нетерпением. Все уже пишут письма, которые ты читаешь, там передаешь, где лучше остановиться, какую программу лучше сделать. В честь сказочного поезда в этом году выпущен художественный маркированный почтовый конверт с Новым Годом, на котором изображен поезд Деда Мороза. Тираж таких конвертов составил 2 миллиона экземпляров. В день начала путешествия состоялась церемония торжественного гашения конверта при участии Деда Мороза и правительства Вологодской области. В прошлый год очень много было обид от наших восточных друзей, потому что Дед Мороз действительно за Урал не заехал. Поэтому в этом году специально стартуем раньше, для того, чтобы Дед Мороз мог посетить все города по расположению железных дорог. Я думаю, это будет очень большим праздником, особенно для Байкала-Амурской магистрали, для Трансибирска, Трансибирь. Потому что раньше до туда, конечно, Дед Мороз не доезжал. И я считаю, что это для нас новая возможность развития туризма Вологодщины в том числе. Потому что узнав о том, где находится отчина Деда Мороза, многие из них приедут сюда, для того, чтобы посмотреть на Деда Мороза лично в своей отчине. Для комфорта пассажиров, путешествующих к Деду Морозу, за последние годы реконструирована и удлинена перронная платформа на вокзале Великий Устюг. Смонтирован навес, обновлено освещение. В этом году на вокзале открыли стилизованный новогодний кафетерий. Возле вокзала детский городок с нескользящим покрытием. Реализуются удобные схемы доставки туристов. 18 ноября Дедушка Мороз вернется к нам в Великий Устюг и мы вместе с вами отпразднуем день рождения Дедушки Мороза и я обратно отправиться в путешествие. Для Устюжа на гостей города встреча с Дедом Морозом – большая радость и счастье. А самое главное – волшебная возможность лично передать свое самое сокровенное желание. Дедушка Мороза – один есть, а второго нет. Мы будем надеяться, что Дедушка Мороза свои желания исполнит. Так что один будет его, а мой – второй мой. Главное – джунгарского. Мы, как и дети, верим в чудо. И мы загадали желания. Очень добрые и светлые. Желания загадали. Но хотелось бы лично Дедушке Морозу сказать, может быть, раз он такой волшебник, и для наших детей исполнит чудо. А у нас чудо – прокатиться всей группой как раз на тепловозе или в поезде. Везде, где поезд будет делать остановки, запланированы торжественная встреча и праздничные мероприятия с участием зимнего волшебника из Великого Устюга. Уже 29 октября Дед Мороз прибудет на станцию Тайшет Иркутской области. Оксана Митинева, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север». Тайшет Иркутская область «Русский Север».